Не забывай, где ты не был, любимый мой Не забывай, где ты не был, любимый мой Кэтрин Скай и диджея Чилл Нужно аплодировать очень громко Ребят, спасибо вам большое Пожалуйста, проходите на свои места Добрый вечер, друзья Всем привет, всех очень рады видеть Это очередной выпуск стендап-шоу На телеканале Зор ТВ Да-да-да-да-да Вы по телефону треки записываете? Компонент Бошка Юнальский Джава Аперепта Есть такое мнение, что чем чаще ты бреешься Тем сильнее растут у тебя волосы И знаете, вот начался учеба И в автобусах так много народов Я ему говорю, ага, конечно, от тебя дождешься Как снега зимой Я не поеду, вас там трое Садись все свои Папа, меня зовут Тимур Мы очень любим, когда нам аплодируют Давайте это сделаем очень громко Прямо сейчас Всем привет Ну, для начала начнем Сегодня у нас в гостях Кэтрин Скай, диджея Чилл Ребят, привет Возьмите в микрофон кто-то Можете взять сразу два микрофона Да, можно, можно Всем привет Добрый вечер Здравствуйте Или добрый день Нужно рассказывать про свое творчество Нужно рассказать про эту песню обязательно Что касается этой композиции То есть это заглавная композиция Я надеюсь, в скором будущем В будущем альбоме Идея альбома следующая То есть сделать каверы на такие На такую узбекскую нетленку, так скажем В идеях очень много композиций От Ялы и Боалар До Юлдусмановой Дадо Замечательно Круто Катерина, а как вообще работает с диджеем Ачиллом? Нормально? Есть какие-то претензии, может быть? Нет, я почти его, правда, не вижу Но так по телефону созваниваюсь Вы по телефону треки записываете? Это нормально Прикольно А этот трек тоже по телефону записываете? В Телеграме? Да, это был самый первый трек Напела его так в Телеграме Просто voice message отправила Ну прикольно, кстати, очень качественно Дамы и господа Основатель, соучредитель Я не знаю, правильно говорили Или нет Один из руководителей Вы можете исправить Да Компании MyTaxi Акмаль Пайзи Почему я сказал, Алишер, не пойму Да это нормально у тебя болезненные имена Да Мы гуглили, искали Вот что пишет в Википедии про вас Page not found Поэтому давайте сами Расскажите, как вы пришли к MyTaxi Почему именно вот этот, эта сфера Почему Как вы стали таксистом? Самым известным таксистом в Узбекистане До этого я был айтишником Мы были в Индии В Хайдарабаде С моим партнером Зафаром Хашимовым Многие знают его Слышали Да И мы ехали на рикше Обсуждали про такси Про индийский такси Потом подумали Что мы можем сделать Очень крутой сервис такси Потом начали петь, танцевать Вы же в Индии все Да Спели песню про MyTaxi Оказалось, что вы братья Да И у вас одинаковые родинки Да Смотрите, MyTaxi это приложение, верно? Объяснить надо Да MyTaxi это приложение Это приложение вызова такси Прелестная девушка сидит возле вас Не могли бы вы представить, кто это сидит Ну, познакомьте нас Мукадам Ахмедова Руководитель направления MyTaxiExpress Мукадам, давно ли работаете над развитием сервиса или как? Ну, мы начали разработку проекта в ноябре 2016 года В декабре, 23 декабря запустили тестовую версию И 15 января уже был официальный запуск Расскажите про сервис, может быть, подробнее? Что такое сервис? Это удобная, быстрая, легкая доставка То есть вы буквально пару кликов без звонков, без человеческого контакта можете выбрать заведение, блюдо и вам в течение от 30 до 40 минут привезут Поэтому, в принципе, все меню есть, вы только выбираете все, что вам нужно, выбираете время, дату, способ оплаты и, в принципе, можете выбирать На самом деле, это не совсем водители MyTaxi, это отдельные доставщики, которых мы нанимаем по специальному критерию Они у нас проходят отдельное обучение Серьезно, вот Тимур, он бы прошел эти критерии? Какие там критерии? Нет, а так нет Предложение от Валентина Кина Вы, Акмалекия, может быть, задумайтесь над запуском нового сервиса Доставка корейской кухни MyCookSea Express В районы Куйлюка и Сергелей У меня подарок, подарок, сейчас я вам покажу Вы дарите нам стендап? Да, мы дарим вам промокод на 10 тысяч сумм Все ваши зрители могут заказать через MyTaxi Express И они получат 10 тысяч сумм скидку То есть вы... А, вот, то есть, любой заказ... А сколько стоит лаваш, вот, если заказать? Ну, лаваш, там, от Эвеса 8 тысяч, по-моему То есть я могу заказать лаваш, и мне еще привезут лаваш и 2 тысячи сумм еще плюс Оформляете заказ, и там есть специальное поле, когда оформляете заказ, промокод Там набираете стендап и получаете 10 тысяч в скидку, все На самом деле, очень крутой подарок, правда, достойный атласментов, супер вообще Дамы-господа, встречайте, Даниэл Мусаэлов Добрый вечер, привет! А, слушайте, я недавно был в кафе Заказал на обед лагман, и вот мне там попался волос И вот, ну, обидно, да? Обидно Вот мне вдвойне Мне прям вдвойне обиднее просто Даже у лагмана они есть, понимаете? Есть такое мнение, что чем чаще ты бреешься, тем сильнее растут у тебя волосы, да? Вот нет Не верьте этому Слушайте, вот вы обращали внимание то, что вот реклама техники в кредит всегда очень позитивная Это же странно, согласитесь? Вы видели эти рекламы, где мужик идет домой счастливый, он купил холодильник в кредит, идет, дети бегут, жена бежит Папа, папа, мы купили холодильник в кредит, нам нечего жрать, но у нас есть холодильник Мы будем жить в коробке Но вот в теме кредитов самое странное — это кредит на свадьбу Просто, ну, смотрите, если молодожены после обычной свадьбы приходят домой, что они делают? Они считают деньги, да? Они считают деньги и планируют бюджет, да? А вот на это мы купим микроволновку, на это мы купим обои, на это мы съездим в отпуск, да? Молодожены, у которых была свадьба в кредит, делают так Это нам на апрель Это нам на май Блендер на июнь А если не хватит, то у нас есть полет на воздушном шаре, и мы смотаемся в Киргизию Просто нас там не найдут Поклопайте те, кто участвует в конкурсах на фейсбуке У меня в ленте есть девушка, которая каждый день участвует в каком-то конкурсе Каждый день у нее конкурс, конкурс Я чувствую, что однажды муж придет к ней домой и скажет Дорогая, что у нас на ужин? Она скажет, подожди, подожди, сейчас будет результат Либо суши, либо татуировка И я точно знаю, зачем они это делают На самом деле я понимаю, потому что это же бесплатно, да? Телезрители смотрят, потому что это бесплатно Потому что моя тетя сказала Даня, я слышал, что тебя показывают по телевизору Я говорю, да, вот в субботу показывали Она говорит, а где можно еще посмотреть? Я говорю, ну на ютубе есть Она говорит, трафик тратить придется И слушайте, мы же все смотрим американские фильмы И вот обращали внимание Там вот, если у парня, главного героя Есть какой-то талант Он обязательно использует его для ограбления банка Крутой водитель уходит от погони с полицейскими Крутой хакер взломает систему Крутой фокусник загипнотизирует охрану, да? В Ташкенте не так Если у тебя есть крутой талант, ты работаешь на свадьбе Если ты крутой водитель Пожалуйста, Геленваген тебя ждет Если ты крутой компьютерщик, ты сделаешь лавстори Если ты крутой грабитель банков, ты можешь украсть ананас со стола жениха Спасибо большое, вы замечательная публика У нас есть такая рубрика веселая Когда мы звоним на... Ну, в общем, не наугад Звоним кому-то на том конце провода И пытаемся с ним построить смешной диалог И мы будем сейчас звонить таксисту, который везет нам заказ Мы сделали заказ, не предупредив, естественно, вас Я вижу, капельки пота сейчас проступают на лгу от маляки Ну, мы доверяем своим водителям, своим доставщикам Но мы им не доверяем Давайте мы сейчас позвоним Абонент, бошка юнаршки Джава Оперент Это вас Аллахадакалин Пожалуйста, оставайтесь на свете Матакси Экспресс, ассаламу аликум Хелло Матакси Экспресс, ассаламу аликум Хелло, экскюзме, мистер Аброр 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 Здесь есть паинет, здесь есть паинет, здесь есть полицейский, милиция. Что вы хотите дать? Что вы хотите дать? Я... Я дать вам, тоже. Может, вы мне объяснете, где вы, и я вам приду, и приняю свою очередь. Вы хотите дать мне? Хорошо, пойдем. Где ты? Я приду, я вам приду, хорошо? Хорошо, хорошо, пойдем, пойдем. Возможно, вы найдете, и... И мне предлагает с дIfа, да, дома? Что? Я тоже, я дома вот теку? Теку? Вviamente, комфорт. А, нормально, так в обычном режиме, coated야. Да, я дома. Я дома, я в Sebалоне. Он понял, по-моему. Это не твой сэндвич. А, окей. Аброраке, Аброраке. Вы выкупили, да, нас, Аброраке? Салам алейкум, это стендап-шоу вас беспокоит. Меня зовут Тимур. Аброраке здесь сидит Акмаль Пайзиев. Аброраке, вы не переживайте, он вас не отключит от системы. Аброраке, сейчас ребята к вам приедут, спасибо вам большое. Спасибо большое, это был стендап-шоу, вы большой молодец. С каждым днем желающих заниматься стендапом становится все больше. К сожалению, мы не смогли показать все выступления начинающих стендап-комиков, но лучшие моменты вы увидите прямо сейчас в рубрике «Открытый микрофон». Знаете, я вчера сказал себе, завтра встану пораньше, сделаю гимнастику, или выхожу на улицу, побегаю, вернусь обратно домой, принимаю душ, и покушаю завтрак, и пойду на работу. Сегодня встал утром, иду на работу, и думаю, завтра встану пораньше, сделаю... Ну, я сегодня опоздал на работу, как понимаете. И замечали, каждый раз, когда мы опоздаем на работу или на учебу, мы никогда не думаем, ну, завтра проснусь пораньше и буду вовремя. Нет, мы всегда думаем, ну, какую отмазку сегодня придумать? Не знаете, вот начался учеба, и в автобусе так много народов, о-о-о... Если ты утром забыл сгладить свою одежду, я думаю, не обязательно. Все же, наверное, списывали. И вот эта неловкая ситуация, когда вы вот сидите, да, а учительница у доски вот так берете, берете книгу, да, так быстро списываете, смотрите, списываете, смотрите, списываете, смотрите, ее нет, а она прямо перед вами, вы такой... И вы такой начинаете делать умный вид, типа, вы о чем-то думаете, типа... Если в 1799 году Пушкин закончил царско-сельский лицей, соответственно, он начал заниматься плотной литературой, а она тоже в шоке, потому что это контрольная по математике. Обидно, когда за границей не понимают наши ташкентские поговорки. Я просто 4 года жил в России, и у меня там был туповатый друг, и как-то раз он мне кое-что пообещал. И я ему говорю, ага, конечно, от тебя дождешься, как снега зимой. А он такой на меня смотрит и говорит, ты что, тупой, в окно посмотри, там что по-твоему? И я потом ему объяснил, что я просто родом из теплых краев, и у нас снег зимой бывает очень редко. И потом он говорит, и что вот ни разу не было такого, что ты утром просыпаешься, смотришь, и все белое? Я говорю, ну почему было? Я как-то раз на хлопковом поле уснул. Я говорю, просыпаюсь, смотрю, а все белое. Народ, я заметил, что в каждой компании есть пацан, который фокусник. Вот, он показывает фокусы всегда. Когда ты говоришь такому парню, типа, о, сейчас Игорян покажет фокус, пацаны, смотрите, вы увидите абсолютно обычный фокус. Но если вы скажете, сейчас Игорян покажет фокус, девчонки, смотрите, вы увидите просто лучший фокус всех времен и народов. Там будет что-то типа такого, там, запомните карту, кладу в колоду, фу, вуаля, вы все поступили на грант, да? Вот такой там будет фокус. Немного взрослого юмора Тарас Касымбаров. Здравствуйте, здравствуйте, привет! Вообще, очень хорошо дела, да, вот все жалуются, у меня то, у меня все, вот у меня вообще круто дела. Меня вчера в метро узнали, в метро узнали меня, представляете, да, еще, да, спасибо, да, вот, у вас все впереди, вас тоже узнают в метро, у вас все будет хорошо. Просто меня вот в метро узнали и постеснялись ко мне подойти, да, вот они стоят, такие, типа, да это же он, но он его показывают по телевизору, это вот это, да, он приколист, я знаю. Он говорит, да нет, тот лучший одет. Ребят, мужики, кто любит готовить, кто любит готовить? Есть такие в зале, да, поаплодируйте, пожалуйста. Да, я обожаю готовить, обожаю, но вот мы, мужчины, мы любим готовить, но мы ненавидим одну вещь, да, вот мы ненавидим после этого мыть посуду, это ад просто, да, да, все. И женщины такие, да, мы ненавидим это, да, вот, если мужчина готовит для себя, он вообще тарелки не пачкает. Он ест над раковиной. Серьезно, если вы увидите мужика, который с удовольствием моет посуду, это дрессированный мужик. Серьезно я вам говорю, если мужик моет посуду, посмотрите ему в глаза, потому что у него в глазах такая же тоска, как у медведя, который ездит в цирке на велосипеде. Вы знаете, многие комики сегодня рассказывали, они шутили над тупостью. Ну вот я перестал шутить над тупостью. Серьезно, я перестал критиковать тупых людей, потому что происходит одна странная вещь. Вот если ты критикуешь тупого человека, вот через, не знаю, через какое-то время, через пару дней ты сделаешь такую тупую вещь. Серьезно, я в прошлом выпуске что-то рассказывал про тупых людей, критиковал, а потом я приехал домой и узнал вот такую неприятную вещь, да, моему другу сделали операцию на глаза. Сделали операцию на глаза и вот мне надо было его как-то поддержать. Я хотел ему пожелать всего хорошего, чтобы он скорее выздоравливал, чтобы глаза заживали. Я написал смс. Вот кто видел полицейских, вернее милиционеров, вот их, не назовешь милиционерами, полицейские на мотоциклах. Кто уже видел? Ну согласитесь, круто выглядят. Вот они прям крутые, да, вот они, они как жидкий металл из терминатора. У них белый шлем, очки-капельки, они прям вот классно выглядят. Хонда эта белоснежная. Я вот ехал в такси, просто стоял на светофоре и вот он мимо проехал и он меня шокировал. Я взрослый человек, но я почему-то вот сделал вот, я не знаю, непроизвольно. Вот он ехал и я такой вау-вау-вау-вау. Он приостановился, посмотрел на меня и непроизвольно сделал вот так. Всего доброго, спасибо. Давайте встречать Индир Мефтахова, прямиком из столицы штата Нью-Йорк. Всем привет! Приехала с Нью-Йорка и, конечно же, о впечатлениях я вам сейчас расскажу. Я вообще люблю путешествовать. Вот когда я была в Индии, я забыла сари. Я немного рассеянная. Была в Таиланде, забыла расческу. Была в Нью-Йорке, забыла английский. Но знаете, самое лучшее все равно у нас. Вот просто понимаете, элементарно. Здесь все вопросы можно решить через знакомых. Единственное место, где-то не работает американское посольство. Вот приехала в Нью-Йорк, сразу такие проблемы. Такси, понимаете? Там она должна набирать, через карточку платить. У меня здесь все проще. Вышла на дорогу, поставила руку, все, такси. Бывает, прогулялся, махнул рукой, все, такси. Ну, конечно же, я тоже по привычке пошла, махнула рукой. И не поверите, вот я понимаю, что машина едет, сейчас остановится. Я говорю, боже, все, облажалась, все, опозорилась. Но нет, он остановился. Он остановился и сказал мне, яшкас каэрге. Я не поеду, вас там трое. Садись все свои. Не, ну, конечно, мы тоже уже как бы разбиты. Вот мой такси, сити. Можно вызывать такси, да? Но я этого не делаю. Потому что их вызываешь. Ты точно знаешь, куда тебе ехать. Он точно знает, куда тебе ехать. Но он начинает в объезд. Через рестораны, кафе, кинотеатры. А тебя это бесит. Потому что счетчик-то тикает. Прям как в жизни. Только в жизни девушки таксистки, да? Как бы общаешься с парнем. Знаешь, к чему это приведет? Ну, ты начинаешь, да? Обводить его через рестораны, кинотеатры. Но его это бесит. Потому что счетчик-то тикает. И вот моя любимая тема, да? Парни. Парни. Тоже разные. Там разные парни. Вот там идешь на встречу и задаешь два вопроса всего лишь. Была ли ты замужем? Если да, то сколько у тебя было мужей? Здесь все иначе. Здесь задают тоже два вопроса, но другие. Встречалась ли ты с парнем? Если да, то сколько у тебя было парней? И вот именно из-за этого, чтобы не спутыкнуться на этом вопросе, мы, девчонки, ни с кем не встречаемся. Молодцы мы вообще. Вот девушка поняла. Гордится собой конкретно сидит. Не встречается, да? Вот гордится. Только парень не понимает, чем она гордится. Да потому что ты друг. Это ты думаешь, что ты встречаешься. А она знает, что ты друг. И я знаю. И все девушки знают. И вот вы сами виноваты, понимаете? Вот куда исчез? Уже не уточняйте? Куда пропал этот вопрос? Где вы волновались, готовились и говорили, будешь со мной встречаться? Нету такого? Сейчас все такое, да, братан, зачем? Зачем? Ну все понятно. Все понятно. Чего? В кинотеатр уже сходили, братан. Два билета, 50 тысяч. Ты чего? А, все, твоя девушка. Ну конкретно. Ну я люблю наших парней, они молодцы. Вот сейчас я объясню, почему. У меня там был друг, белорус. У нас было очень много общих тем, картошка там, хлопок. Гуляем по дороге. И вы знаете, вот на меня многие там смотрели. Да, здесь не так, но там смотрели конкретно. И ему было все равно, он даже не замечал. На следующий день с моим соседом узбеком просто шли по дороге, вот просто шли, да, и посмотрел на меня другой парень. Все, он остановился и началось. Вот так он смотрел, понимаете, так долго. Ну в общем, как всегда, не подрались. Просто смотрели. Просто тоже был узбек. А я вот не понимаю, да, почему вы уже не деретесь? Вот мой отец за маму дрался конкретно. Сейчас все иначе. Вот смотришь на улицу такой, мужик мисс, а? Такое ощущение, что сомневаются. У меня там была классная подружка, такая пышненькая подружка. И она меня удивляла. Мы когда гуляли и видели таких толстых американских девушек, она говорила, Индира, вот когда смотрю на них, как-то на душе спокойно становится. Спокойно становится. Но я люблю таких пышных подруг, я не люблю худых. Потому что, я объясню, с моей худой подружкой пошли мы в ресторан, нас парни пригласили. И они спрашивают, что ты будешь кушать? Ну я, конечно же, заказала там на первый супчик, потом стейк, салатики и так далее. Все, да? Они говорят, а я греческий. И знаете, как неудобно? Ты и так здесь в компании не самая худая и заказываешь столько еды, а она греческий. Но максимально неудобно, когда в конце ты доедаешь ее этот греческий. И вот напоследок, да, вот не нашла я там наших бабушек, вот нету их там. Там смотришь, бабушка или не бабушка. Потому что там стояла бабушка и 80 лет. Но фигура лучше, чем у меня. И у тебя. Чтобы вы понимали, у нее настолько хорошая фигура, что если она переедет в Ташкент и пройдет мимо моего двора, то я уже сяду с нашими бабушками и начну типа такое «Ой, Шарман, да?» Спасибо большое. Любите свой город. С вами была просто Индира. Всем спасибо. Вы просто молодцы. Спасибо, спасибо. Пока. Пока-пока. До новых встреч. Спасибо, что были с нами. Пока. Все уходили. Все уходили. Хорошо. Уходи. Да, я первый. Я покажу, как уходить ты за мной. Давай. Мы тут поспорили, кто из нас лучший ведущий стендап-шоу на ЗОР-ТВ. Я Тимур Алиев или он Камил Джалилов. Без вас мы никак не можем разобраться. Если вы считаете, что лучший ведущий я, то присылайте смс с текстом Z1 на короткий номер 789. Ну, а если вдруг почему-то совершенно непонятно почему вы считаете, что лучший ведущий он, Камил Джалилов, то присылайте смс с текстом Z2 на тот же короткий номер 789. Без вас, судя по всему, точно никак не разобраться. Самое главное, смски бесплатные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова